Делегация инклюзивной творческой мастерской «Лампадка» из города Хабаровска на минувших выходных посетила музей Артёма. Где им провели интересную большую экскурсию и рассказали всё о Артёме. Когда был основан, в честь кого назван и многое другое. Очень рады, что приехали к вам. Даже вот снежок, ну прям погода изумительная, всё нравится. Нас встречал храм Богоявления, отец Иоанн. Замечательный батюшка у вас, такой радушный. Мы с хлебом с солью в русском народном сарафане преподнесли. Ну все довольные, все радостные. Нас там покормили, мы позавтракали, наедые, счастливые, пошли как бы осваивать ваш город. Мы приехали по разным рабочим программам. Вот в музей у нас программа «Наше исцеление» – это путешествие и общение. Есть программа у нас именно под музей заточенная. Она называется «Изучай музей, познаешь историю». Делегация инклюзивной творческой мастерской «Лампадка» занимается адаптивным туризмом для детей с ОВЗ. Но нормы типичные тоже есть в группе. Изучают все города Дальнего Востока. Уже побывали в Бикини, Вяземском, Биробиджане, Белогорске, освоили город Циолковский, Свободный, посетили космодром. В Приморском крае были в Лучегорске, Уссурийске и Владивостоке. А в этом году у них появилась возможность приехать в Артем. «Ну вот сейчас съездили к вам в Артем, в марте у нас на Белого Вещенск стоит и далее-далее до Магадана. Нулевую долготу нам надо расширить и посмотреть, где начинается она. Детям очень нравится, я в группу пишу в чат, что поездка туда-то, все и все, да. Если только вот, ну бывает, что с финансами как-то там не получилось или ребенок заболел, находится на реабилитации где-то, тогда они не едут». Также после музея для детей был подготовлен сюрприз во Дворце культуры угольщиков – музыкальный спектакль «Алисина чудеса». «Мы везде как бы ездили, были в Владивостоке, в Кренарем ездили, где там еще, в фабрику мороженого ездили тоже. Очень было вкусно, особенно мороженое». «Вообще мой, каждый город, в который мы путешествуем, для меня это какое-то новое впечатление, новое что-то о мире, открытие. Ну вот, например, фабрика мороженого тоже». «А мне запомнилось, что когда мы везде ездим, что понравилось, что мы выступаем. Ну мы поем песни, стихи читаем, танцы танцуем». Делегация «Лампадка» завершила свое путешествие в Владивостоке с концертной программой. Вероника Книмова, Денис Надельный, Светлана Нуре, Городские новости, телеканал Лента.